Всем привет! Меня зовут Катерина, и я очень благодарна, что вы со мной. А мы продолжаем учиться учить английский язык, и сегодня мы с вами поговорим о существительных исчисляемых и неисчисляемых. И сегодня мы разберемся в двух моментах. Первое, как определить, исчисляемое существительное или нет, и второе, зачем нам это нужно. Итак, сразу к делу. Существительное – это слово, которое отвечает на вопрос «Кто? Что?». И в грамматике оно называется вот так – существительное, или в украинском языке «именник», а в английском языке «наун». Давайте посмотрим. «Наун» – существительное слово, которое отвечает на вопрос «Кто? Что?». Например, «пенсил», «карандаш», «что?». Это «наун». «Девушка», «кто?». Это тоже «наун», существительное. Существительное бывает «countable» – исчисляемые, и «uncountable» – неисчисляемые. В украинском языке «зличевальни», «незличевальни». «Countable» – исчисляемые, те, которые мы можем посчитать. «Uncountable» – неисчисляемые. Это те существительные, которые мы не можем, они не поддаются счету, не можем посчитать. Самый простой способ быстро и правильно определить, исчисляемое или неисчисляемое, я вам предлагаю такой. К любому слову, которое нужно проверить, добавляем просто цифру 5. Ну, например, берем маркер. Мы можем сказать «пять маркеров». «Можем» – звучит, значит, слово «маркер» – исчисляемое. А возьмем, например, слово «шоколад». Мы можем сказать «пять шоколада». Нет, не звучит. Мы обычно говорим «пять плиток шоколада», «пять кусочков», «пять килограмм шоколада». Поэтому слово «шоколад» – неисчисляемое. Вот так просто цифру 5 добавили, и вы уже знаете. исчисляемая или неисчисляемая давайте проверим как вы это поняли я приготовила вам два вот таких бокса две коробочки в одну мы будем сейчас складывать слова которые on countable неисчисляемая а в другую которую мы можем посчитать countable ok let's check давайте проверим итак слово бокс переводится коробка бокс коробка мы можем сказать 5 коробок можем звучит значит слово бокс является исчисляемым countable и отправляется countable ok good next слово knowledge key is not pronounced буква key не произносится knowledge переводится знания мы можем сказать 5 знаний не можем не звучит значит слово knowledge знания является on countable неисчисляемым верно good next баке слово баке переводится масло сливочное мы можем сказать 5 масел не можем мы скажем 5 пачек масла 5 кусочков чего-то но просто 5 масел не звучит значит слово баттер является on countable неисчисляемым good верно next слово бук книга можем сказать пять книг можем звучит значит слово бук слова книга является countable исчисляемым good верно next place переводится место место мы можем сказать пять мест можем сказать значит слово place место является countable исчисляемым мы можем его посчитать good отлично next слово пауэр сила мы можем сказать пять сил нет не можем значит слово пауэр неисчисляемое неисчисляемое very good я вижу что вы начинаете понимать key ключ key мы можем сказать пять ключей можем значит слово key countable окей ну и давайте еще немножко закрепим city город можно сказать пять городов можно звучит значит слово city countable исчисляемое окей и мелк слово мелк молоко можем ли мы сказать пять молока не можем мы скажем пять литров пять стаканов пять банок молока но пять молока не звучит значит слово мелк молоко uncountable неисчисляемое good я надеюсь упражнение вам понравилось отлично ну а теперь второй вопрос который мы должны разобрать в этом видео зачем нам это нужно вот мы научились определять countable uncountable а что дальше давайте посмотрим вот сюда и так еще раз есть countable есть uncountable исчисляемые и неисчисляемые и каждый из них бывает в единственном числе ведь я написала сокращенно единственное число или во множественном числе и точно так же неисчисляемое бывает единственное и множественным Blake вот смотрите например слово & Turbo ст Isso бывает в единственном числе . а бывает поможенным числе Tください uhhh или например машина это исчисляемое бывает в единственном числе и бывает car referenced а давайте посмотрим на слова неисчисляемые например слово water Вода. Оно неисчисляемое. Мы же не можем сказать 5 воды. Water. Неисчисляемое, но оно бывает только в единственном числе. Во множественном нет такого воды, нету. Вода в единственном числе. А, например, слово glasses, очки, оно имеет форму только множественного числа, а в единственном числе его вообще не бывает. Получается, что существительные, исчисляемые, которые мы можем посчитать, они бывают в единственном числе, а бывают во множественном числе. А существительные неисчисляемые, которые мы не можем посчитать, они бывают или только в единственном числе, или только во множественном числе. Нам нужно это для того, чтобы, во-первых, понимать, нужно ли нам ставить вот этот неопределенный артикль «э». Да, вот он, видите, «э». Если существительное исчисляемое «э» артикль нужно ставить в единственном числе обязательно. А если существительное неисчисляемое, вы видите, артикль e абсолютно не нужен. Его не бывает с неисчисляемыми, потому что только здесь употребляется неопределённый артикль. И также со словами вот такими many, much, много, и то и другое слово переводится как много. Но many употребляется именно с исчисляемыми существительными, many cars, много машин, many tables, много столов. А слово much используется только с неисчисляемыми. Much water, много воды, much milk, много молока. Окей, также слово few и little переводится как мало. Слово few мало именно для исчисляемых существительных, few tables, мало столов, а little для неисчисляемых, little water, мало воды. Вот такие и какие-то ещё другие случаи, о которых вы позднее узнаете в процессе изучения английского языка, заставляют нас понимать, какие существительные исчисляемые, а какие неисчисляемые. Я надеюсь, вам было интересно и понятно. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, потому что я хочу понимать, что вам нравится то, что я делаю. И увидимся в следующих видео. Хорошего вам дня. Пока!